Сейчас она успешный руководитель одного из топовых салонов красоты Крыма и по совместительству организатор бизнес и бьюти мероприятий. А еще 4,5 года назад Зарина Мухаммедшина о своем деле и не помышляла, но стать бизнес-леди мечтала с детства. Если девочки играли в игрушки, в какие-то косметички, то у меня всегда были бумаги, я всегда родителям говорила, у меня свое дело. Помимо быстрых решений, сфера услуг требует максимальной самоотдачи. Сегодня реализовать себя в этом нелегком ремесле доступно каждому. Другое дело, что интенсивно растет не только количество желающих, но и конкуренция. Теперь просто набить руку и предугадывать желания клиентов недостаточно. Постоянно нужно развиваться. Я не боялась никогда, и сейчас тем более. Я не боюсь, я уверена в своих силах. Продолжаю также развиваться, опять же, повторюсь, учиться. Все-таки конкурировать необходимо, потому что это рынок такой, который заполняется очень быстро. Хендмейт – это еще один вид деятельности, который облюбовали предпринимательницы. Так Мария Кудинович, наткнувшись на случай на аккаунт в Инстаграм, пошила свое первое изделие, сфотографировала и разместила снимок в социальные сети. К удивлению, сразу появились клиенты. И когда спрос начал превышать предложение, действовала девушка незамедлительно. Я обратилась в центр занятости, я знала, что есть такая программа. Молодым предпринимателям полагалась небольшая поддержка. И я приняла в ней участие, я написала бизнес-план, мне его подтвердили, выделили энную сумму денег. И за счет этих денег я закупила оборудование, сняла помещение, взяли мы небольшую рекламку и по чуть-чуть начали развиваться. Занимаясь любимым делом и тем самым увеличивая свои доходы, нередко человек и сам преображается. Выражение лица, убедительная походка, приятный голос – здесь важна каждая деталь, которая создает образ бизнес-леди. Образ деловой женщины включает в себя не только хорошо продуманный гардероб, аккуратную прическу и макияж, но и безупречно подобранные аксессуары. Так, например, сейчас на пике популярности кошачьи очки с заостренными углами. Миллионы женщин во всем мире пытаются начать собственное дело. И пусть удается это не каждой. Статистика доказывает, современных бизнес-леди с каждым днем становится все больше. На сегодняшний день каждый из нас видит, что женщин-руководителей с каждым днем все больше и больше. Причем это не только частный бизнес, это и госструктуры. Даже у нас глава администрации тоже женщина в Симферополе. И больше и больше всего женщина занимает руководящие должности. И, конечно, занимается своим частным бизнесом. Конечно, женщина выбирает больше сферу услуг, нежели производство. Так, в эпоху цифровых возможностей, выбрать свою нишу вполне реально. А порой даже случайное фото, неловкий эксперимент или сделанное с любовью изделие может стать началом большого бизнеса. Ирина Борилюк, Руслан Хохлов. Утро нового дня.